Из Астаны перелетаем в Москву. И не куда-нибудь, а в Кремлёвский дворец. Там зажигали номинанты и победители прошедшей премии. И шоу, я скажу вам, было не менее эффектное, чем в Казахстане. А уж как звёзды оторвались после шоу на автопати. Все подробности прямо по курсу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Например, у Николая Баскова самая что ни на есть уважительная причина исчезнуть сразу же после концерта. Я побежал на свадьбу, ребята. На свадьбу Юдашкины. Ну а все оставшиеся с удовольствием обсуждают МУЗ-ТВшную гравитацию. Согласно нашему опросу, за звание самого запоминающегося выступления борются сразу несколько артистов. У всех были очень яркие, грандиозные такие номера. Я даже иногда не успевал уследить за всем происходящим. Дим Белан пел вверх ногами, как вы знаете. У Серёжи статуя разрушилась от прикосновения в руке. Это было очень необычно и круто. Коля Гагарин. Ребята, было здорово. На самом деле есть что вспомнить. Мне понравился номер, конечно же, Филиппа, потому что он всегда эпатирует своими костюмами, своими номерами. И в этот раз на нём был шикарный белый наряд с короной. Я вообще обожаю короны. Тем не менее, такое масштабное мероприятие июня не могло обойтись без конфузов. В номинации «Прорыв года» выигрывает Егор Крид. И всё бы ничего, если бы только Атар Пушинашвили во время объявления победителя не проговорил строчку из песни группы M-Band. Но выдающейся Лейли предоставляю право озвучить это имя. С огромным удовольствием. И знаете, она вернётся. Даже если её не зовут Ксения Собчак, она вернётся. И зовут её грузинское останковское солнце. Ладно, меня везде зовут. Егор Крид! Егор Крид! Ура! Первая премия. И нельзя было так с молодыми. Они уже ждали, видно было, что вот. И тут-то так, ну, Атар в своём стиле. Я ни в коем случае не поддерживаю и не осуждаю. Но просто, ну, с ними можно было не так жёстко пошутить. Зная Атара, никогда он ничего не делает случайно. Мне кажется, вообще к себе не нужно относиться слишком серьёзно. Иначе можно с ума сойти очень рано. Поэтому, мне кажется, ребята справились, они всё-таки мужчины. M-Band жалко, но зато они у меня на инстазоне взяли самые лучшие наряды премиях. Как мог, так помог ребят. Мы ему на этом месте что-нибудь трюк-н-ролльное сделали. Ну да. Я не буду говорить, чтобы сделал бас-гитарист нашей группы, потому что, как, на аксессу. Ну, у него там, да. Мы бы разделились до гола и побежали бы на сцену. Да, неловко вышло. Но сами ребята обиды на телеведущего не держат. И даже отшучиваются на этот счёт. На самом деле, Атар изначально нас очень поддерживал. И всячески это показывал перед самой премией. И даже когда он объявлял, он нам показывал. Да, у нас хорошая машина. Лучше. Просто, наверное... Просто это не так поняли. Это не так поняли. И Толик. И я. Да, я жёст. Это фейл года. Как только концерт закончился, часть звёздного бомонда отправилась на автопати. Чем закончился этот вечер, вы узнаете завтра. Не пропустите. Оксана Синичева, Влад Шумахер, ПРО Новости.